Зовут меня Денис Гобов, я сеньор-аналитик в компании DataArt, о себе чуть позже расскажу. И тема моего доклада посвящена особенностям работы бизнес-аналитика в распределенной команде. На самом деле не только аналитикам тяжело работать в распределенной команде. Я не буду спрашивать, сколько из нас аналитиков, сколько менеджеров, но доклад будет рассказывать о том, как обеспечить эффективную работу бизнес-аналитиков в распределенной команде. Возможно, что для других ролей те проблемы, о которых я буду говорить, те методы решения этих проблем, они тоже характерны. Начну от слайда обо мне, кто я такой. 15 лет работаю в IT-области, эти же 15 лет занимаюсь системным бизнес-анализом. Кроме того, как я работаю в компании DataArt, я еще являюсь тренером киевского отделения EBA. Если кто-то из вас знает, что такое бабок, я вижу в аудитории несколько людей, которые у меня на тренинге были. Я сейчас понял, что я такой бабок-евангелист, несу свет от EBA в массы. Но не будем на этом останавливаться. Вот следующий слайд. Это история моей работы. В каких проектах я принимал участие? Первые годы, первые 12 лет я работал на украинский рынок, и заказчик и команда были в одной локации. То есть если мне нужно было что-то узнать, я шел или в соседнюю комнату, или ехал в рамках одного города к клиенту и задавал ему вопросы. И команда сидела вокруг меня, мы коммуницировали, решали какие-то текущие вопросы, все было достаточно хорошо. В 2013 году я начал работать в аутсорсе, и уже появилось две локации. В одной стране находится заказчик, в другой стране находится команда, но тем не менее я рядом с командой. В 2015-2016 год, так получилось, что я был в одной локации, а вся моя команда в другой локации. То есть уже мы так начинали расползаться, и уже возникали первые проблемы, о которых я буду чуть дальше говорить. Но это последние чуть меньше, чем два года. Это аутсорс, и у нас много локаций. Сколько? Вот на этом слайде. Наш клиент – международное рейтинговое агентство. География команды – это 11 локаций, 4 страны. США, Украина, Россия, Польша. В каждой из локаций находятся разработчики, тестировщики, аналитики. Ну, заказчик, понятно, находится полностью в США. Ну, это наша бейная команда. На нашей стороне, на стороне вендора больше 15 человек. Был такой период, на моем стриме работало 6 аналитиков, и все 6 аналитиков находились в 6 локациях. То есть мы все сидели по одному. И мой доклад – это такой обзор последних полутора лет. Я рассказываю о том, с какими сложностями мы столкнулись, как мы их решили, и какие-то рецепты, которые нам помогли построить эффективную работу. Окей, ну, первый вопрос. А почему появляются распределенные команды? Начинал я работать, когда все были в одной локации, а вот на текущий момент 11 локаций. Какая причина? Ну, причины довольно очевидны. Первая причина – это экономия. Значит, заказчик сидит в Соединенных Штатах. Если мы всю команду перевезем в США, то проект, скорее всего, рекомендуемой нормы прибыли не даст. А так нас разбросали по разным странам. В том числе, как я говорю, есть страны развитые, есть развивающиеся, есть слабо развитые. У слабо развитых большой плюс – низкие налоги. Поэтому мы все сидим здесь и получаем хорошую зарплату. Следующая – безопасность. Я не знаю, как в ваших компаниях, но вот в 2014 год очень многие украинские компании начали экстренно развивать альтернативные локации. Например, я работал на тот момент в Люксофте. Резко начинает расти количество сотрудников в Польше, в Румынии, в Болгарии, в других странах. Если мы разбросаем наш коллектив по разным локациям, мы более устойчиво будем работать в случае финансовых, экономических, политических, военных кризисов. Следующая – гибкость управления ресурсами. Это то, что близко менеджерам, рекрутерам и так далее. Если нам нужно на проект… Вот наш проект взрывообразно рос. Нам нужно было за, по-моему, месяц или два месяца набрать 30-40 человек. Если у нас офис находится в одной локации, то, значит, mission impossible. Сделать это сложно. Если у нас локации 10, то, значит, где-то 4 человека, где-то 6 человек. И так сбору по сосенке команду сформировали. Почему часть команды сидит рядом с заказчиком? Потому что кто-то заказчика должен регулярно окучивать, собирать с него обратную связь, понимать… Вот в прошлый доклад говорили про engagement, вовлечение заказчика. Кто-то должен быть рядом с ним, чтобы держать руку на пульсе. Ну и последнее – соответствие нормативным ограничениям. На некоторых проектах требуется, чтобы часть команды сидела в определенной локации. Если вы, например, работаете с правительством на некоторых проектах по заказу правительства США или Великобритании, есть нормативное правило, что часть команды определенная должна находиться на территории данной страны. Поэтому полностью всех от заказчика увезти мы не всегда можем. Окей, теперь какие проблемы, с чем мы сталкивались? Часовые ПСА. Мой первый отсорчинговый проект заказчик находился в Великобритании. С Лондоном у нас разница в 3 часа. Я думаю, вот как неудобно. Я прихожу на работу в 9, а заказчик приходит только в 12. Да, и у меня, значит, с ним не так много времени пообщаться, назначить общие митинги и так далее. Следующий мой проект заказчик был в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, и там уже разница 7 часов. Я понял, что с Лондоном, это значит, я еще хорошо устроился. На текущем проекте у меня, если открыть мой календарик, там явно видно, когда начинается рабочий день в Штатах. Начиная с 3 часов дня и заканчивая там 8 часов, 9 часов вечера, у меня постоянные митинги. Только в это время могу пообщаться с представителями заказчика. Разные часовые пояса – это проблема. Как эту проблему мы решаем? Первое. Рекомендуемые часы работы. У меня на проекте есть правило, что с 11 до 7 ты должен находиться на связи. Потому что в этот момент времени большее число митингов проходит. Следующее. Как говорит Бабок, если вы с заказчиком находитесь в разных локациях, если у вас очень распределенная команда, вы должны тратить больше времени на планирование. Вы должны свои активности заранее согласовывать. Если люди сидят с вами в одной локации, у вас с ними 8 часов. Если люди в разных локациях, 7 часов разница в часовых поясах, у вас есть 3-4-5 часов на митинге. Значит, эти митинги нужно планировать заранее. Просто так позвоните и говорите, ребята, давайте через полчаса соберемся. Это уже не работает. Следующая. Работа из дома. Если у вас митинг в 9 часов вечера, то вы скорее на него придете, если вы будете в это время сидеть дома. Митинг провели и вернулись в семью. Мало кто хочет сидеть на работе до 9-10 вечера. Поэтому мы начали практиковать работу из дома. И в принципе использование VPN-каналов закрывает проблемы с секьюрностью. Ну и последнее, наверное, самое важное правило. Аутсорсинг. В принципе, IT-проект. Если мы говорим про аналитиков, разработчиков, тестировщиков, менеджеров, у нас какая задача? Отсидеть 8 часов на работе или сделать продукт и его заказчику сдать, продать и так далее. Наша задача – это общий результат. Как бы высокопарно это ни звучало, поэтому принцип «сделай свою работу» и «будь на связи», он работает. Если вы работу сделали, в офисе сидеть необязательно. Главное, чтобы вы были доступны для ответов на вопросы, чтобы вы пришли на заранее запланированные митинги, а там делаете, что хотите. Следующая очень важная проблема – одиночество. Рассказываю свою историю. У меня на проекте, там была цифра, 120-150 человек из моей команды. Долгое время в офисе находился я один. Вокруг меня люди, но это люди из других команд. Кто с той стороны, кто эти люди, голоса в трубке или в наушниках. Чувствуешь себя одиноким, брошенным, потерянным, никому не нужным, потенциальные мотивации могут снижаться и все остальное. Как с этим боремся? По сути, мы симулируем нахождение команды в одной локации. Если вы находитесь с вашими коллегами в одной локации, что вы можете сделать? Пойти на кухню с ними чай попить. Сказать кому-то, я тут отбегу на полчаса, ты меня прикрой, если что. Все эти вещи можно имитировать, симулировать при работе на расстоянии. Первое. Чат в скайпе. Этот чат используется не столько для… Есть чаты формальные, есть чаты неформальные. Предпоследний пункт разговора на нерабочие темы. Так бы вы пошли на кухню и рассказали, что ребенок вчера принес медаль соревнований или какую-то интересную книгу прочел, или протроллить на какие-то околополитические темы. Так вы все это делаете в скайпе. Имитируем кухонный разговор с помощью неформального чата в скайпе. Следующее. Я говорил, ты не представляешь, кто из себя, кто твои коллеги, как они выглядят даже. С помощью звонков с видео опять-таки вы имитируете то, Так как человеку подошел в офисе и с ним поговорил, глаза ему посмотрел. Особенно если это касается не аналитиков, а разработчиков и тестировщиков. А так я им звоню, я говорю, камеру включи, посмотреть на тебя хочу, как ты понял мои требования. Ну и люди с той стороны точно так же говорят, ты нас набери, ты здесь написал, теперь хочется с тобой пообщаться на тему твоих требований. Следующий пункт – обмен новостями. Опять-таки это все завязано на это формальное-неформальное общение с коллегами. Скайп, слаг, какой инструмент для этого использовать, это значит ваше дело, но поддерживайте это общение. Выходите, симулируйте работу в одном офисе, симулируйте тесные коммуникации в рамках команды. Ну и последний обмен экспертизой, когда у кого-то какая-то сложная задача, он не знает ответ на какой-то вопрос, он может этот вопрос бросить в общий чат. Сказать, ребята, вот пришел такой запрос от заказчика, кто что-то об этом знает, кто может с этим помочь. Следующая проблема коммуникации именно в рамках бейной команды. Ну и какие есть рецепты. Первый единый шаблон требований. Сверка часов и адхок митинги. У нас есть регулярные еженедельные созвоны, там где мы собираемся, обсуждаем, какие у нас есть проблемы. Я чуть позже буду говорить еще о планировании. Письма for you information. Например, мы написали запрос заказчику, получили ответ и подозреваем, что ответ интересен не только нам, о всей бейной команде. Тогда мы это письмо пересылаем на всех. Ну или если приходит информация о том, что команду будут урезать, чтобы всем поднять настроение, высылаем это на всех, чтобы все знали о наших перспективах. И еще один пункт, оповещение об отсутствии. Все знают, в Outlook можно поставить отправку автоматических ответов, что меня не будет в ближайшую неделю. Но если вы ушли на час, на полтора или даже на два часа, мало кто делает так, ставит, что я вернусь через два часа. Вы просто бросаете в общий чатик сообщение о том, что ребята, на час, полтора, два отбегу, если что, прикройте меня. Люди знают, что на их ответы вам человек не ответит моментально. Они знают, что ответить на вопрос заказчика или менеджера. Коммуникации в команде. Вот предыдущий докладчик задавал вопросы, кто знает, что такое груминг, пленнинг, бэклог рефайнмент. Если команда распределенная, вам нужно информацию доносить регулярно команде, обсуждать с ними, рассказывать, как вы понимаете требования, получить от них обратную связь. Если есть какие-то сложные фичи, особенно если новый сложный функционал, и во время тестирования начинают всплывать вопросы, и требуется увлечение архитекторов, разработчиков, тестировщиков, мы в скайпе открываем тематические чаты, которые, как правило, носят название тикета в джире, и там идет общение по этому тикету, к юэй, разработчики, аналитики, иногда менеджеры вовлекаются в это обсуждение. И последние два. Первая презентация требований команды. Мы являемся источником, и команде рассказываем о том, что нужно сделать. Обзор архитектуры. Команда рассказывает нам, как они планируют реализовывать что-то. Мы получаем от них обратную связь, и говорим о том, да, вы правильно поняли наши требования. Посмотрите, такое. Мы рассказали им, что сделать, и они рассказывают нам, как они это поняли. Ну и последний пункт, ревью тест-кейсов. Мы смотрим, а как тестировщики будут тестировать наш продукт. Они у нас сразу спросить не могут, так мы заранее понимаем, а что они планируют проверять. Ну и последнее. Помним, кто потребитель требований. Для кого мы пишем требования? Кто с нашими требованиями работает больше всего? Разработчики и тестировщики. Клиент один раз требования просмотрел, утвердил, и к ним вернется только в случае попыток объяснить нам, что мы сделали не то, или попросить свои деньги назад. Да, команда будет с требованиями работать на ежедневной основе. Как построить доверительные отношения с удаленным заказчиком? Первый. Очень хорошо, когда есть он сайт-представитель. Тот человек, который обеспечивает снятие температуры, организацию митингов, нанесение обратной связи и так далее. Следующее. Более подробные требования. Если у нас команда распределенная, значит людям сложно будет обернуться, задать вам вопрос, а что здесь написано, значит чуть больше информации нужно зафиксировать в требованиях. Ну, макапы служат. Макапы и примеры на самом деле решают ту же самую проблему. Так как люди к вам не смогут обратиться с вопросом, им должны дать больше информации на вход. Теперь такие приемы работы с заказчиком. Первое. Он сайт-визит. Если есть возможность, если есть бюджет на командировке в проекте, поедьте, познакомьтесь, посмотрите опять, как выглядят представители заказчика. У меня был, вот на моем тоже текущем проекте, был заказчик, я с ним общался там по скайпу, по вебексу. Ну, по его акценту я понял, что человек, скорее всего, родом из Индии или из Пакистана, я представлял, что это, значит, такой пожилой мужчина, лет 50-55. Ну, вот так я его себе представлял. Я с ним, это влияло в том числе на то, как я с ним общаюсь, как я нашу до него информацию, как я воспринимаю его слова. Да, но я, правда, к ним не поехал. Да, я нашел его профиль в Фейсбуке и в Линкедыне, обнаружил, что ему, значит, там, 32 года, и как-то несколько перестроил с ним коммуникацию. То есть я лучше понял своего заказчика. Не только его потребности, но его, там, психологический профиль, значит, каста, к которому он относится и так далее. Следующее искусство смоутока. Как мы начинаем наши митинги, как правило, ну, с места в карьер. Значит, у нас есть проблемы, такие вопросы, давайте по ним пройдем. Как начинают митинги представители наших заказчиков, там, из Великобритании или Соединенных Штатов? Мне задают вопрос, значит, там, как у вас погода, какие новости, а вот вы смотрели вчера, значит, теннисный матч. Вот этому искусству нужно учиться, понимать, как начинать беседу плавно. Опять-таки, если мы узнали детали о человеке, знаем, что он, например, увлекается большим теннисом, то мы перед важным митингом, на котором мы ему рассказываем, почему мы что-то не сделали, да, смотрим результаты последних матчей, говорим, вот, значит, я смотрел, в этот раз Федере просто, значит, порвал, значит, своего партнера, особенно если выиграл, теннисист, за которого болеет ваш заказчик, представитель заказчика, то тем более, значит, вы с ним выходите на одну волну. Как узнать детали о человеке, я уже сказал, зайдите в Facebook, зайдите в LinkedIn, посмотрите, о чем этот человек пишет, и сможете с ним лучше построить контакт. Ну и мы практиковали такое составление психологических портретов, единственная с ними проблема, их нельзя выкладывать в общий доступ, потому что если заказчик прочитает о себе, значит, такой отзыв, начинает фантазер, придумывает что-то нереальное, начинает задавать ему детальные вопросы, он съезжает с темы, то вряд ли это кому-то будет приятно. Но в принципе, вот люди, которые ездили on-site, на визит знакомства, когда они приезжали, они другим аналитикам рассказывали, с кем они там познакомились, что это за люди. Кто-то быстро принимает решение, кто-то решение принимает медленно, с кем-то можно там говорить в рамках small talk о каких-то личных вещах, а для кого-то это неприемлемо. Митинги. У кого в день больше трех часов митингов? Есть такие люди в аудитории? У меня, или что, вторая половина дня, там 4-5 часов, они могут идти подряд. Какие проблемы? Первое, когда с той стороны скайпа, вебекса или IP-телефонии 5 человек, они начинают там друг друга перебивать, им нужно понимать, кто в данный момент говорит. Для этого вам нужно запомнить людей по тембру голоса, кто как говорит. Опять, вот у нас новый человек выходит в проект, начинается какой-то совместный митинг, мы прямо в этом чатике пишем, сейчас говорит Эндрю, сейчас говорит Стив, чтобы человек учил, кому голос принадлежит. Следующее, реагировать на ключевые слова и отключение без потери контекста. Если у вас подряд 4 часа митинга, вы не можете все время быть сконцентрированы, хотите, не хотите, вы будете отключаться время от времени. Поэтому нам нужно понимать, когда нам задают вопрос, сдержать себя, вы читаете новости, пишете письмо другу, договариваетесь о встрече и в это же время моя тема пошла, я включился. И вежливое включение, это у нас должны быть заготовленные фразы, которые позволяют вежливо сказать, ребята, извините, я не понял или не слушал, о чем вы говорите, повторите, я хочу ответить на ваш вопрос. Все эти три пункта между собой связаны. И про планирование. Команда у нас распределенная, планированию нужно уделять больше времени и внимания. Что от нас требуется? Оценить задачи, распределить задачи и отслеживать их выполнение и возможно их перераспределять. Что мы для этого используем? Первое. Определение фронта работ. У нас есть долги с предыдущих спринтов. У нас есть то, что мы должны сделать в рамках следующего спринта или следующих спринтов. Эту информацию можем получить из road map, из vision, из черновика scope, который кем-то подготовлен заранее, возможно и нами, ну и отталкиваясь от целей фаз спринта. Вот мы ввели такую практику Bay Planning Poker. Сейчас я о ней довольно быстро расскажу. Мы считаем, что для того, чтобы требования подготовить для команды, нам необходимо завершить три активности. Требования выявить, требования специфицировать, требования провалидировать и утвердить. По каждому пункту, по каждой истории, которая лежит в бэклоге на следующий спринт как кандидат, каждый аналитик выставляет свою оценку. Сколько идеальных часов потребуется на выявление, на специфицирование не на валидацию. После этого мы начинаем играть в Bay Planning Poker. Каждый озвучивает общую сумму, которая потребуется ему для финализации конкретной юзер истории. После того, как каждый озвучил, что нам необходимо сделать, нам необходимо договориться о совместной оценке. Не о совместной, о договориться и прийти к единой цифре. То же самое, что делается в обычном Planning Poker, только там используется ряд Fibonacci и StoryPoint. Мы используем идеальные часы, не заморачиваемся рядом Fibonacci, потому что у нас в команде было максимум 6 человек. Сейчас у нас чуть меньше, сейчас 4 человека. То есть в этом случае просто говорим о том, на кой цифре мы остановимся. Для чего нам эта цифра нужна? Для того, чтобы в дальнейшем эти задачи распределить. Первый вопрос. Если один человек говорит, что задача занимает 3 часа, а другой говорит, что она занимает 8 часов, как их свести к единому мнению? По сути, каждый озвучивает, объясняет, почему он поставил столько часов. Как правило, по каждой задаче есть человек, являющийся экспертом в этой, здесь скорее не предметной области, а та часть системы, которая касается этот запрос на изменения или запрос на разработку нового функционала. Они обмениваются мнениями, они озвучивают потенциальные риски, потенциальные проблемы или та информация, которая у нас уже есть, что позволяет получить общую единую оценку. После этого распределяем задачи между аналитиками, учитываем текущие долги, учитываем область знаний и интересов, учитываем, какие у нас планы по отпускам, планы по отпуску, ну и наша задача равномерная загрузка. То есть, есть один человек в команде, но, как правило, это настрой называется такой B-элит в рамках стрима, который потом задачи разбрасывает. Мы оценили все задачи, у нас в Jira ведется информация о том, у кого какие, да, вот информация о задачах мы заносим в Jira как сабтаск на бизнес-аналитика. То есть, под каждой историей первая сабтаска, которая появляется, сабтаска на B. и таким образом задачи равномерно распределяем. Вот в части мониторинга проводился опрос как раз среди членов распределенных команд, какие проблемы они пытаются решить, чего они хотят от инструмента, но здесь перечислено. Основное это вся информация должна быть в едином ресурсе, должна быть информация о том, кто насколько загружен, какое состояние задач и должны быть дашборды, которые позволяют эту информацию визуализировать. Мы для этих целей используем Jira. Как я уже сказал, под каждую историю заводится подзадача на B активности. Мы не разделяем это разбиение на три категории или выявление требований, специфицирование и утверждение. Это для того, чтобы более точную оценку дать. В дальнейшем подзадача заводится одна. С помощью Jira мы ведем информацию о статусах отдельно, статус требования, статус протоксии, прототипа, потому что эти активности разделяются, тем более часто прототип у нас разрабатывает отдельно выделенный человек, UX UA-эксперт. Отдельно ведется учет вопросов, сколько открытых вопросов по такой-то истории. Количество заданных вопросов, количество открытых, закрытых позволяет оценить зрелость требований по данному топику. Если вопросов много, значит мы понимаем, что аналитик заблокирован. Пока он ответы на эти вопросы не получит, требования он не финализирует. Если мы видим, что до начала спринта осталась неделя по какой-то истории 10 открытых вопросов, о чем это говорит, скорее всего, либо нужно назначать один или два специализированных митинга по разбору этой истории, по получению ответов на эти вопросы, либо же мы говорим, четкого видения не сформировано, эту историю необходимо отложить на следующий спринт. Ну и логируем время для того, чтобы понимать, а сколько нам еще необходимо времени, чтобы требования довести до статуса ready for development. Ответственный аналитик готовит статус-отчет, который включает в себя состояние скупа по спринту. На следующий спринт у нас есть какие-то кандидаты, разработка требований находится в таком-то состоянии. Так у нас есть изначальная оценка по времени, этот remaining estimate в Jiri можно обновлять. Видим, сколько времени уже аналитик затрекал и можем сказать, здесь готовность 80%, здесь готовность 20% или 0%. В статус-отчет входят также блокеры и гэпы, что нам мешает, что нам не позволяет финализировать требования. Если нам необходимы дополнительные ресурсы, мы их можем запросить. Ну и ссылка на дашборды спридшиты. В принципе, создание дашбордов в Jiri подразумевает, что представители заказчика могут сами зайти и посмотреть. Но любая такая инициатива наталкивается в том, что люди теряют ссылки на эти дашборды или теряют интерес к их просмотру. Мы постепенно повышаем градус. Сначала мы просто сообщаем, что есть такие дашборды, потом мы высылаем ссылку на эти дашборды в рамках нашего ежедневного статус-отчета. Следующее, мы информацию этих дашбордов включаем в статус-отчет, а те, кто хотят посмотреть детально, идут и смотрят это с помощью созданных дашбордов. Ну и после этого мы провели планирование работ на спринт. Я сейчас говорю именно про аналитиков. После этого мы не проводим ежедневные созвоны, у нас есть еженедельный митинг, на котором мы каждый говорит о том, что он сделал, какие у него есть проблемы. Возможно, проводится переоценка задач и если появляются какие-то новые истории, срочные, на которые нужно включить скоп, мы их опять-таки между собой распределяем. То есть идем по стандартному циклу PDC и plan, do, check, act. Собственно говоря, все. Мне кажется, что я уложился во времени. Спасибо. Ваши вопросы. Спасибо, Дениса, за презентацию. Вопрос такой. Мы поговорили, собственно, как работать в определенной команде с заказчиками, с аналитиками. А что делать, собственно, с командой? Предположим, например, в моей практике были проблемы, что нужно подойти к программисту, встать над головой, например, и начать какие-то вещи объяснять. То есть они плохо читают, на самом деле, не по биду программистам. Но просто легче дается, если объясняешь. Окей, да, вот об этом я говорил. У нас в неделю запланировано три часа на груминге с командой. Не с бизнесом, а с командой. Здесь у меня подход следующий. Мы презентуем команде результаты нашей работы. То есть это могут быть в том числе не финализированные требования. Мы говорим, в следующий спринт планируется, например, 10 историй сейчас лежит в бэклоге на следующий спринт. Давайте поговорим о том, что мы уже успели выяснить. И рассказываем команде, получаем от нее вопросы, потом эти вопросы могут транслироваться заказчикам, или же мы дописываем новую информацию в историю. Точно говорил, мы это планируем заранее. То есть у нас есть три слота по одному часу в неделю на донесение до команды информации, что аналитики уже успели сделать. Если у нас информации для команды нет, там первая неделя спринта, рассказывать еще нечем, мы говорим, ребята, мы вам дарим дополнительный час на работу. митинга сегодня не будет, все расслабляются, окей. Если же, опять, теперь, если у команды есть вопросы, собирается ad hoc митинг. С командой мы эту информацию доносим. Точно так же, как если бы вы в одной локации пошли бы в переговорку, здесь мы сетапим вебекс и все эти вопросы решаем удаленно. Еще вопрос. Сабтаски, сабтаски добавляются в ту же главную задачу? Да. Хорошо. А стартуется сабтаска без старта хай-левел задачи? То есть есть сабтаски, да, есть задачи. То есть сабтаска на бизнес-анализ стартует, а главная задача не стартует до начала спринта? Есть тикет в жире с типом историй или импровмент. У него есть свой цикл, сначала на состоянии там in-back-lock, потом я сейчас сходу не вспомню состояние, по сути она уже начинает двигаться по своему жизненному циклу. Она еще не в спринте. Она не в спринте. Она находится, там у нее спринт проставлен, он может называться например там спринт 20 пленнинг. Это означает, что она является кандидатом для 20-го спринта. Но аналитик над ней работает и время туда списывает в сабтаску под этим тикетом. А потом предлагается значимое тестирование? Когда кстати вот с точки зрения аналитика первый серьезный мейлстоун это что story готова к разработке. Когда story готова к разработке аналитик закрывает свою сабтаску. Ну и там команда когда берет задачу в спринт она добавляет свои сабтаски ставит свои стимейты но аналитик уже закончил работу именно по подготовке. Активности по ревью тест-кейсов какие-то объяснения команде в ходе спринта мы это время не лагируем. Такой потребности у нас нет. Но опять-таки потенциально вы можете это сделать если хотите. Если вы хотите разработать максимально детальный план зафиксировать все трудозатраты со стороны аналитика можно и эти сабтаски завести. Еще вопросы? Спасибо, Денис, за доклад большое. Меня очень заинтересовал такой момент как определение ответственного аналитика. Я правильно поняла, что вы определяете аналитика а не команду или у вас просто аналитик не приоссайнин команде навсегда? Навсегда ничего нет. Рома сказал, что любой проект рано или поздно выходит в продакшн я бы так сказал любой проект рано или поздно дико месяца. Есть аналитики закрепленные за команды. Когда я говорил про ответственного это скорее тот человек который отвечает за подготовку статуса отчета отвечает за финальное распределение или формирование предложения о распределении историй между аналитиками. Но есть еще аналитики скорее негласно закрепляются за определенными сабдоменами. Например, мы работаем с рейтинговым агентством есть люди которые хорошо разбираются в логике расчета скоркарт. Вот они занимаются этим. Кто-то отвечает за работу со справочной информацией. Это его сабдомен. Поэтому те истории которые относятся к этой части системы скорее всего упадут на него. Он их сделает быстрее. То есть с точки зрения оптимизации наших расходов на бизнес-аналитические активности мы знаем этому аналитику нужно отдать задачи из такого сабдомена этому из такого сабдомена. То есть и такой бизнес-аналитик может работать с разными командами не все время с одной и той же. То есть критерий это сабдомен. Мы стараемся чтобы аналитики работали на долгосрочной основе с одной командой. То есть у нас есть проект на котором работает 150 человек. Они разделены на 5 стримов на 4-5 стримов здесь 20 30 40 это на сколько получается 90 90 60 Добавим еще 30 30 Вот здесь в команде 40 человек здесь может быть 4 аналитика например. И они работают над каким-то блоком системы который состоит из нескольких подсистем. Мы знаем какой аналитик какой подсистеме значит они больше знают. Но в том числе люди могут между этими подсистемами переключаться. Это обеспечивает передачу знаний в рамках бизнес-аналитической команды. Все знают все но кто-то что-то знает чуть лучше чем другие. Спасибо. Очень интересно. Здесь первое. У нас есть две истории которые друг другу противоречат. Первое. Мы об этом узнаем заранее потому что в рамках еженедельных митингов наших каждый рассказывает что он делает. Вот в рамках этого митинга обнаружится что два аналитика работают над похожей функциональностью на одной функциональностью но изменение друг другу противоречит. тогда они в рамках этого митинга будут рассказывать над чем они работают. Мы сейчас работаем над такой-то функцией или над таким блоком. Если два человека работают над одним блоком это сигнал о том что им нужно между собой синхронизироваться и это дело обсудить. Нет ли человека который проверяет например лифт над этими статьями стоит и он проверяет что нет или асинхронизирования. Нет такого нет. Лид на самом деле это такой же аналитик который пишет свои требования. Это просто у человека у которого есть дополнительные обязанности но никто с него не снимает обязанности по выявлению специфицированию согласованию требований. Еще. Прошу. Добрый день. Подскажите пожалуйста как вы начинаете вовлекать заказчика то есть знакомить заказчика с системой в распределенной команде. Спасибо. Мы говорим про этап когда система не внедрена мы разрабатываем что MVP или это новый заказчик. первый этап на том что это система опять же там по демонстрии он подойти к посмотрите как посидеть с посидеть но здесь мне кажется что я вопрос понял у нас опять-таки на еженедельной основе проводится демо то что мы в каком-то состоянии готовности есть можем это показать оно тоже запланировано туда приглашаются заранее озвучивается агенда что мы будем показывать приглашают соответствующие заинтересованные лица они видят чего у нас собственно говоря получилось вот плюс тоже я там говорил разработка макапов прототипов варфреймов процесс согласования требований мы стараемся чтобы те элементы системы которые предполагают разработку дизайна чтобы заказчик видел как это будет выглядеть в продакшене что он получит на выходе тот товарищ который находится на территории он организовывает этот митинг людей ловит за руки напоминает им что митинг состоится но каждый аналитик или темлист здесь уже по разному в разных командах заведено он показывает что у них получается человек он сайт это скорее фасилитатор модератор коммуникатор ему потом говорят вот вы нам показали это не совсем то он информацию доносит до людей работающих в офшор это последний вопрос будет Денис спасибо вот вы говорили про саб домены насколько строго человек как бизнес аналитик привязан к саб домену строгой привязки нет допустим человек является каким-то экспертом в каких-то банковских сферах насколько просто перейти на какой-то другой домен где он всю жизнь будет это чуть-чуть я ваш вопрос понял он к примеру моего текущего проекта не так понятно проект в рамках одного домена находится конкретно у меня сейчас финансовый домен есть некоторые домены которые есть проекты которые требуют глубоких доменных знаний у меня был период когда я собеседовал людей на два проекта в рамках одного домена один проект требовал глубоких знаний в предметной области другой проект не требовал этих знаний на один проект я брал людей обязательность экспертиз на другой я брал людей просто хороших бизнес аналитиков Я знаю, что медицинские проекты зачастую требуют глубоких знаний в предметной области, поэтому вам сложно будет переключиться с финансового домена в медицинский, если проект выдвигает такие требования. То есть были и такие, и такие проекты. То есть это связано чисто с человеком, чего он хочет? Это связано с потребностями проекта. Если заказчик говорит, что нам на проект нужны строго люди с доменными знаниями, то каким бы вы хорошим аналитиком не были, но если у вас доменных знаний нет, значит вас в команду не возьмут. Я больше не про проект, я больше про человека. Просто если он выбрал в медицине разбираться, то он там дальше себе… Я понял, спасибо. Здесь насчет выбора… Я не считаю правильным ограничивать себя одной областью. Чем шире ваш кругозор, тем легче вам себя продать. Чуть дороже, чем на предыдущем месте работы. Мы способствуем возможности переключения с одного домена на другой. Но это в рамках моей текущей компании. Окей, коллеги, большое спасибо за ваши вопросы. Если у вас есть ко мне дополнительные вопросы, особенно касательно бобока или сертификации для бизнес-аналитиков, готов на эти вопросы ответить, вас проконсультировать.